Спустя полминуты. У него гигантский робот Клей. Вот этого я не ожидал. Стоп. У него же есть завод Клеев. Всем туда. Так, ребята, теперь нас целое эскадр... Сонтируйтесь, ребят. А, а про нас забыли. Ну и что нам теперь делать? Я не позволю муравьям бегать по мне. Ай! Что за... Помогите, блин! Твою же шм... Ну, приветик, и вы к нам присоединились. Блин. У нас никаких навыков нету. У Джонса Клея, который нас десантировал, хотя бы что-то есть крутое. Получи, диктор! Др... Оу! Ты попытался меня ударить? Зря ты так джонский. Зря! А ты знаешь, что я делаю с теми, кто пытается меня ударить? Др... Др... Ничего, Диктор, я все равно сейчас до тебя доберусь. Ну что ж, настала пора открыть этот крепкий орешек. Блин, быстрее, быстрее! Пришло время отомстить, Джон Склей! Нет! Тебя спасу, Джон Склей! Ребята, я понял, робот подходит к огромной магнитной платформе. И если мы все подключим свои самолеты к ней, то она примагнитит его, и мы сможем его нормально атаковать. Подключайте самолеты к магнитной платформе! Тебя спасут, Джон Склей! Чик! Еще через 8 чиков. Что? Ребята, бомбим его! Вы думаете, что меня так просто победить? Вы никогда этого не сделаете! Что? Он взорвал магнитную платформу? Хе-хе-хе! Я же говорил, что он на меня никогда не победит! Сейчас вы получите! Надо сделать из ваших самолетиков барбекю! Кто? У него пальцы огнеметы? Спасайся, кто может! К-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к! Что произошло? Джон Склей! Неужели это произошло? Джон Склей! Не убирай! Пожалуйста! Что со мной произошло? Ай, голова! Джон Склей, ты очнулся! Как я рад этому! Как мы все этому рады! Да, да, только кто-нибудь, пожалуйста, принесите аптечку и перевяжите мне рану! Ай! У нас еще есть время добраться до базы и обдумать свой план! Ну все, этот диктор доигрался! Скоро он получит от моих нечувствующих боль механических рук! Я с тобой полностью согласен, Джон Склей! Ох, хорошо, что я остался чистым благодаря магии Белошифа! И он больше никогда не посмеет назвать меня бомжом! Так, ребята, у нас есть еще 10 минут до прихода робота! Что мы будем делать? Я знаю, как его победить! Еще до того, как со мной сняли опыт, клешня, которая меня несла, дала сбой и отпустила меня! И я увидел, как его строили! Его схему! Самая главная слабость робота, его сердце! Оно сделано из такого же огромного кристалла, как и у обычных клеев! А я знаю слабость кристалла! Если кристалл перезарядить энергией, то он взорвется! Отлично! Значит, нам нужен какой-нибудь шагоход с огромной кристальной пушкой, чтобы перезарядить робота энергией и взорвать его! Вот только где взять такой кристалл? Окажется, где-то видел на складе! Пойду посмотрю! Спустя пять минут... Только бы все отлично прошло! Ну, сейчас ты получишь, дитя! Нееет! Нееет! Зара! Ча-чха-чха! Ча-чха! Диктор! Прощай! Фа-чхор! Эх ты, глупец! Ты даже не понимаешь, на кого ты поднял свою грязную руку! Свою обожженную руку! Ты даже не понимаешь... Что ты мой брат Нет Этого не может быть Не мой брат Еще как может Еще как может В семье мы были единственные дети У наших Обоих родителей наших родителей Звали Питерсон И каждый род Наших родителей был Ела Поэтому папу звали Джек Питерсон А маму Эмилия Питерсон Мы же были Дэн Питерсон И ты был Питерсон И мы были одной большой Дружной семьей Ты был обычным ребенком И беззаботно любил играться Я же предпочитал увлечение наукой Рассматривал всякие микробы И козюльки под микроскопом Вот тогда-то и произошел тот случай Из-за которого мы стали друг друга ненавидеть Клей Дай-ка мне свою машинку. Я хочу посмотреть, как она устроится. Ну ладно, держи. Варь, ты сломал мою машинку. Получи! Прошло два месяца, и наши родители развелись. Папа забрал тебя, потому что он считал, что я не давал, что сам сломал твою машинку. А мама забрала меня, потому что она ненавидела тебя за то, что ты меня искалечил из-за какой-то дурацкой машинки. В общем, мы забыли друг друга навсегда. И через 20 лет судьба нас свела в моем шоу «Ознакомьтесь Клей», которое изначально планировалось как реалити-шоу «Повседневная жизнь обычного ученого». В тот день я начал набирать актеров, и тут позвонил ты. Алло, это Диктор Дэн? Да, а кто вы? Я Клей, и я хочу сниматься в вашем шоу «Повседневная жизнь обычного ученого». И тут у меня уже возникли подозрения насчет того, кто мне позвонил. Хорошо, укажите ваше полное имя. Клей Питерсон дел. И тут-то я понял, что он мне позвонил мой забытый 20 лет назад брат. Хорошо, завтра приходите на пятый этаж в съемочную студию к хромакею в белой рубашке, голубой жилетке и черных джинсах. Там вам скажут, что нет. Хорошо, до завтра. Ну, а дальше ты сам знаешь, Клей. Прости меня, брат. И ты меня тоже прости, братец. Давай обнимемся. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, ужин. Я проголодался. Диана Торзок Знакомьтесь, Клей. Третий сезон. Режиссер. Супер Батл Клей. Становист. Супер Батл Клей. Художник. Супер Батл Клей. Актер на озвучке. Супер Батл Клей. Показывай финальную серию третьего сезона. Знакомьтесь, Клей, своим друзьям. Также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Также подпишитесь на канал Знакомьтесь. Вупс, который вас пародировал в свой сериал. Это очень крутой канал со своим сериалом и интересным сюжетом. Давайте наберем 15 лайков, чтобы четвертый сезон Знакомьтесь, Клей вышел побыстрее. А на этом сегодня все. Делитесь 10 минут на серии Клей с друзьями. Всем удачи и пока.